Международное поэтическое состязание Акына впервые прошло в Петропавловске. В конкурсе, посвященному 30-летию независимости страны, участвовали 16 импровизаторов из разных стран. Какие темы поднимали Акыны и кого из них признали лучшим, узнаем прямо сейчас. Люблю Айтос. Его жанр – одно из богатых наследий казахского искусства. Мы ждали этот день, чтобы прийти на Айтос. Уверен, что будут незабываемые эмоции и выступления. Ожидания североказахстанцев превзошли себя уже с выходом первых конкурсантов. Занавес международного турнира открыли гости из Костанайской и Восточно-Казахстанской областей. Серик Хуанган Акын, родившийся на земле великого Абая, изюминкой выступления мужчины стало использование юмора. Таким образом можно разрядить обстановку в зале, говорит Акын. А вот Айбек Калиев в своем выступлении затронул актуальные проблемы общества. Одна из важнейших – пандемия, с которой весь мир, в том числе и Казахстан, живет уже почти два года. На двуструнном инструменте Айбек смог донести, что справиться с опасной болезнью можно лишь сплотившись. Первым выступать всегда сложнее, но когда видишь довольные лица зрителей, аплодисменты, это мотивирует выступить на высшем уровне. В своих словах, я призываю народ к единству, только оно поможет нам выйти из любой кризисной ситуации. В этом творческом состязании выступили гости из других стран. Воспеть на дамбре то, что желает и требует душа, в северный Казахстан прибыли из Монголии, Китая, Узбекистана и Кыргызстана. Хавдулла Бейсхан представлял Монголию зрителей и зацепил звонкий голос поэта. Покорила сердца публики и смысл каждого предложения, воспетого устами Хавдулы. В своем выступлении я пытался донести до зрителей проблему эмиграции. К сожалению, оставить своих родных и переехать в другую страну сейчас трудно. Я знаю, что северный Казахстан – очень благоприятный регион. Сюда люди приезжают по различным программам. Однако трудности все же некоторые испытывают. И о них шла речь в моем выступлении. Всего на международном конкурсе «Тауэль Сыздык» Баалла Романате выступили 16 поэтов-импровизаторов. По итогам состязания гран-при завоевала гости из столицы Асемь Ережехзе. Первое место у Хавдулы Бейсхан, второе – почетное – у североказахстанца Жархына Жупархана. Бронзу разделили три конкурсанта. Всем призерам вручили денежные призы.